добрый вечер уважаемые зрители у нас сегодня такое завершающее занятие курсов 1s erp я хочу показать как зарегистрировать любые затраты проверьте чтобы у вас здесь стояли эти галочки для нас ключевым является наличие но мы в демо базе до прочие активы и пассивы ну бог с ним в общем важно вот это у нас здесь включен msfo давайте выключим потому что msfo на внедрениях практически нигде никогда не нужен чтобы у нас появилась возможность эту галочку отжать мы конечно этого не будем делать но возможно сейчас появится никак в общем ладно у вас эта галочка может быть не нажата обеспечить ее нажатием в разделе финансового результата контролинг есть вот такой пункт и здесь вы можете зарегистрировать абсолютно любые расходы и соответственно абсолютно любые доходы дирекцию статья какая угодно что угодно абсолютно точно так же вы здесь можете сделать доходы списать старнировать реклассифицировать все если почитать справку то это универсальный совершенно функционал он отражается финансовом учете операции доходами и расходами которые не автоматизированы в программе сюда все поместится это вот такой финансовый функционал также система поддерживает расходы будущих периодов по большому счету их муторно настраивать но в конечном итоге они просто списание на расходы убедитесь в этом сами сейчас у нас движение по регистрам сформируются я вам прям укажу на это вот регистр накопления активы пассивы прочие активы пассивы и вот в общем-то регистра по которым строится большая часть отчетов управленческого учета но тут вот у нас два лишних регистра 3 вот эти три последних регистр они мсфо регламентированный учет первые два это по большей части упор баланс нам нужно регистр накопления прочие расходы вот по нему собственно у вас строится отчеты по доходам и расходам это вот рбп чем я еще не рассказал таком интересно но про отражение зарплаты финансовом учете я уже вам рассказывал про управленческий баланс рассказывать не буду это бред если вы хотите видеть баланс в 1с ерпи тогда пожалуйста включайте регламентированный учет или мсфо вот то что здесь называется управленческим балансом я пробовал с ним работать него толку мало и так моя личная позиция заключается в том что регламентированный учет надо вести не в 1с ерпи регламентированный учет надо вести в 1с бухгалтерии регламентированный учет в 1с ерпи сложен в двух словах о нем не расскажешь вот тут настройки на первого не на мало того что на первый взгляд достаточно муторные на формы отчетности сохранения не обновляются необоротные активы доросли до отдельного раздела сына моё с если необходимо конечно можно это все настрой да здесь есть вот отражение документа в регламентированном учете есть ручные операции можно отразить и сейчас у нас откроется форма настройки отражения счетов учета и вот таких кнопочек галочек здесь неисчислимое количество про мсфо я вообще не говорю это еще один контур такой же таких контуров три это вот не 4 сейчас я скажу про четвертый первый контур это упор баланс с его активами пассивами которые везде в каждом документе торчит ну вы мне не верите конечно и я бы тоже не поверил ну давайте откроем любую реализацию реализация либо приобретение какая разница давайте откроем сформируем движение документа ждем их довольно много здесь движение ну вот он перед вами активы пассивы хоть плачь хоть не плачь хоть что хочешь делать ну и конечно журнал провода по регламентированному учету и так далее и тому подобное соответственно контур управленческого баланса контур регламентированного баланса контур мсфо сейчас там скрылась потому что я функциональную опцию выключил мсфо и еще есть контур одного баланса единственный контур который я признаю это бюджетирование бюджетирование в нем у нас есть соответственно сейчас мы с вами его найдем экземпляры бюджетов не знаю честно говоря если он где мы базе наверное нет к сожалению это очень печально бюджет по балансовому листу бюджета баланса у листов похож на регламентированный баланс на смесь его и бухгалтерского баланса ну в общем то там бддс как пример бюджетирование относится к управленческому контуру мы его с вами на данный момент не будем рассматривать в текущем курсе по 1с ерпи оно крайне сложное я его могу настроить под заказ с разработкой модели так далее и тому подобное в общем и целом подведя итог я решил в этом курсе не углубляться в глубину если вы внимательно смотрели канал то есть старый курс даже с учетом удаленных видео там их больше 150 раньше там было порядка двухсот двухсот тридцати или двухсот сорока видео по 1с ерпи все они очень сильно устарели ну кроме блока бюджетирования и это чуть-чуть москва но его того очень мало в основном бюджетирование мало изменилось так вот все эти видео очень сильно устарели ввиду всех изменений поэтому я принял решение не пытаться каждый раз все это перезаписать 25 раз до под каждый релиз а пока ограничиться тем что есть можно ли из моего рассказа осуществить самостоятельное внедрение 1с ерпи по старому курсу да я знаю реально компании которые писали мне благодарственные письма вот о том что они внедрили с какой-то долей успеха до 1с ерпи ну старый курсом не не знаю сколько сотен часов но наверное где-то около 300 400 напускать пускай так пускай где-то около 300 часов плюс-минус на он был второй раз у меня уже села времени на запись такого курса к сожалению нет уж простите если у вас есть какие-то конкретные вопросы вы можете написать них sky вы можете написать них в почту возможно со времени ко мне будут приходить какие-то идеи вдохновения буду записывать отдельные видео по 1с ерпи например с какими-то примерами например автоматизация пищевой отрасли автоматизация машиностроительной отрасли автоматизация автомобильной отрасли до автоматизации еще какой-то отрасли я думаю почему то думаю что такие примеры были бы значительно более интересны вам уважаемые зрители кстати напишите по этому поводу Чем я буду опять тратить сотни часов, открывать здесь функционал, рассказывать, как документы, основные средства, что сделать, как тут начислить эту амортизацию, как принять основное средство к учету. Я думаю, что это уже не особо кому-то интересно. Собственно, есть курсы, они стоят уже по 3 копейки. Какие курсы я рекомендую? Я рекомендую курсы от компании 1С. Это либо учебный центр 1, они сейчас есть в онлайн-формате, либо учебный центр 3. Лично я рекомендую курсы учебного центра 1. Я оставлю под этим видео ссылочку. Они регулярно обновляются. Это курсы от компании, которая занимается разработкой конфигурации 1С ERP. Они достаточно подробные. Повторюсь, они стоят совершенно недорого. Я считаю, что доступные деньги. И я как бы не вижу смысла конкурировать с этими разработчиками. У них это поставлено на поток. Там специально нанятые девочки и мальчики. Они регулярно все это обновляют, получают информацию, рассказывают, обновляют. Релиз курс 2.1, 2.2, 2.4. Сейчас потом будет 2.5, 2.6, 2.7. В общем, неконкурентоспособно мне пытаться с ними гоняться, записывать сотни видео. Не вижу смысла. Тем более, я повторюсь, я считаю, что регламентированный учет нужно ввести не в этой базе, не в 1С ERP. Его надо ввести в 1С бухгалтерии. Также я придерживаюсь мысли, что и зарплату бы неплохо считать в 1С ЗУП. Тем более, кстати, 1С тоже со мной согласна. Есть прям отдельные рекомендации по ЗУПКОРП о том, что в ЗУПКОРПе лучше всего ввести и HR, и зарплатный кадровый блок. Сюда выгружать только документы отражения зарплаты в финансовом учете. Кто не верит, есть книга, в которую она входит в серию, Академия ERP. Есть такая серия. И вот в этой серии есть книга по ЗУПу. Только вот там рассказывается о ЗУПКОРПе. ЗУПКОРП в 1С ERP не входит. Но отсюда несложно сделать четкий вывод, что позиция компании 1С, что кадровый зарплатный блок в 1С ERP ввести не очень нужно. Лучше ввести его в ЗУПКОРП. Ну, там HR модуль готовый, поэтому что? Тут не поспоришь. А всевозможные затраты по налогам и все остальное нужно выгружать из бухгалтерии суда и, в общем-то, бить это все соответствующими документами. Там РБП, отражение прочих доходов и расходов. Хотя, повторюсь, я постоянно и очень часто внедряю регламентированный блок на проектах, выделенный по 1С ERP. Но это только значительно усложняет сами проекты. Проще значительно настроить обмены. О чем еще не рассказал? О статьях доходов и расходов. Ну, собственно, я не говорил, что статьи доходов и расходов – это сердце низкоуровневого управленческого учета. Ну, в смысле, не слабого, а вот именно близкого к оперативному учету. Сердце директ-костинга. Структура статей расходов очень подробно отзобрана на курсах. Там рассказывается про каждую кнопочку, каждую галочку. Поэтому, завершая вот этот разговор, хотелось бы сказать, что, конечно, посмотрев эти курсы, вы вряд ли сможете эффективно решать какие-то задачи в своей ERP-системе, придумывать решения. Не станете вы ни консультантами 1С, ни аналитиками, тем более, как рассказывают на входе в курсы. Но вы изучите теоретическую часть. Это как прочитать учебник по философии, по экономике. Имеет ли смысл мне все это рассказывать? Я считаю, что нет. Посмотрите эти курсы, либо какие-то другие курсы. Если у вас есть конкретные вопросы по функциональности, мы можем их обсудить. Помочь нам и так далее. Но писать не вижу смысла. На этом пока все. Какое будут следующее видео на канале? Ну, пока не знаю. В основном, в принципе, все, что я хотел рассказать на канале, я рассказал. Наверное, какие-то видео в разделе злых размышлений будут выходить. Возможно, какие-то общеобучающие экономические курсы. Вроде производственного учета, логистики. И обеспечения потребностей. Я по них тут, к краям слова, опять же говорил в обзоре. То, что в ЕРПе это реализовано. Ну, вот на практике я сталкиваюсь с тем, что методологические основы обеспечения потребностей, цепи поставок, непонятные руководителям логистической функции довольно высокого уровня. Поэтому забивать вам голову о том, как движутся материальные потоки внутри системы, выраженные через информацию, ну, не вижу смысла. Поэтому 1С ЕРПе развивается. То, что мы смотрели в этих, получается, 36 или 37 видео. Через два года, скорее всего, здесь будут другие наименования, другие кнопки. Может быть, даже цвет другой будет. И эти видео, они уже будут устаревшими. Поэтому старайтесь за вопросами видеть некую методологическую составляющую, понимать, как это работает, ну, либо обращаться к экспертам. Они совершенно не обязательно ко мне, эксперты есть и кроме меня. Чего не рекомендую? Не рекомендую заниматься самовнедрением. Если только у вас недеятельность, ровно там по производству, чего-то очень простого, такого примитивного. И вы купили 1С ЕРПе, поведясь на обещание всевозможных нечистоплотных франчайзи и других неприличных людей. И вы уже купили, вам жалко хоть как-то это включить, хоть как-то настроить. То есть, насмерт с самолечением, скорее всего, можно вылечить. И, правда, можно получить осложненный геморрит. Но, скорее всего, что-то получится у вас вылечить. Но уже более-менее серьезные действия требуют квалифицированного врача. И никого это не удивляет. Могу сказать, что внедрение 1С ЕРПе – это вообще несуществующая процедура. И, собственно, в курсах по АГАФАС и курсах, связанных с корпоративной архитектурой, я подробно объяснял, что некое отдельное внедрение 1С ЕРПе – вообще бессмысленное и бесполезное совершенно явление, вредное, я бы даже сказал, для вашей компании. Хотя, вот недавно я познакомился с книжечкой по управленческому учету. По ней будет обзор. Причем по книжечку по управленческому учету от компании 1С. По ней будет следующий обзор. Да, вот как раз пришло, наверное, время записывать обзоры по учебно-методическим материалам. Наверное, пришло. И там прямо рассказывается, что простое внедрение 1С ЕРПе – это фантастика, это не существует. Я там, как бы, дабы не нарушать права компании 1С, не могу приводить это, да. Но укажу в рецензии книги, на какой страничке, купив эту книгу, вы можете увидеть вот эти слова. Я полностью поддерживаю позицию компании 1С. Я считаю, что они выразили только 10%, а так все гораздо сложнее. Ладно. Счастливых вам внедрений, комфорта в работе с системой, как человек, работавший кроме 1С САПом и другими ЕРПе-системами. Могу сказать, что она далеко не самая плохая. Если ее не ломать, вот неконтролируемо не менять под свои хотелки, а руководствуясь за правилами программной инженерии быть осторожным, да, то все у вас будет нормально. До свидания.